Привет! С вами Ольга. Сегодня приготовим интересное блюдо индюшинные язычки в огуречном и тыквенном кляре. Блюдо получается очень ярким, красивым и очень вкусным. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные и вкусные рецепты. Давайте начнем готовить! Берем огурцы, хорошо моем, так как нам понадобится только кожура. Очищаем. Из кожуры выдавливаем сок. Берем тыкву, очищаем, тоже выжимаем сок. Делаем огуречный кляр. Берем огуречный сок, добавляем яйцо, соль. Хорошо взбиваем, чтобы образовались пузыречки. Добавляем специи, муку. И хорошо еще раз перемешиваем, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться между блинным и оладьем. Вот такой зеленый кляр у нас получается. Делаем тыквенный кляр. Берем тыквенный сок, яйцо, соль. Все хорошо перемешиваем до образования пузыречков. Муку перемешиваем, чтобы не было комочков. В один и другой кляр по желанию добавьте чеснок. Добавляем специи, перемешиваем и наши кляры готовы. Вот такой тыквенный, оранжевый у нас получился кляр. Берем филе индейки. Режем на мелкие и длинные кусочки, имитируя такие язычки. Солим, перчим. В сковороду наливаем растительное масло. Наши филейки обмакиваем в огуречном кляре и обжариваем на среднем огне с обоих сторон. Минут 15-20. Я люблю, когда хорошо мясо прожарено. Также жарим и в тыквенном кляре. На растительном масле обмакиваем филейки в нашем оранжевом ярком кляре. И обжариваем на среднем огне с обоих сторон минут 15-20. Вот такие язычки у нас получаются. Зеленого цвета. Оранжевого цвета. Такое блюдо будет интересно не только взрослым, но и деткам. Из-за своей световой гаммы им будет очень интересно пушать филейку. Украшаем, подаем к столу. Если вам понравился рецепт, делитесь им с друзьями, ставьте лайк. Не забывайте про колокольчик. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И до новых встреч. Готовьте с любовью. Живите вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...